Так, привет, ребята, ещё раз. Готовы ли вы, дети, к новому? Да, капитан. Ура, новогодний выпуск. Dark не слышно. Я тут немножко. Отлично. Всё, получаете свои роли и идём спать. Сначала пройдёмся по персонажам. Стилфи у нас, Хеттер, это аутсайдер, я его добавил за счёт Казали. И если этот персонаж умирает, то тогда миньон и демон могут выбрать других персонажей, тоже миньонов и демонов. Но у нас один демон Казали здесь и 4 миньона. Соответственно, миньон сможет поменять себе роль, если Хеттер умрёт. Слава у нас Чембермейт. Каждую ночь просыпается, выбирает двух игроков и узнаёт, сколько из них сегодня просыпались. Казали, как раз это демон, выбирает первую ночь, выбирает любого игрока и говорит, какой он миньон будет. И каждую ночь просыпается, выбирает игрока и он умирает. Чвики у нас Форчентейлер. Каждую ночь выбирает двух игроков и узнаёт, является ли кто-то из них демоном. И у него также есть Рэд Херринг, пока что это Стилфилл, который будет для него обозначаться как демон тоже. Дарк это Пикси, он будет знать одного персонажа в игре и притворяться этим персонажем. Если он будет притворяться этим персонажем, то тогда, когда этот человек с этим персонажем умрёт, то Пикси получит способности этого персонажа. Пока что это Чвики, если ничего сейчас не изменится сильно, то Дарк должен будет притворяться Форчентейлером и когда Чвики умрёт, Пикси получит тогда его способность. Таня это Симстресс, один раз за игру, ночью выбирает двух игроков и узнаёт в одной ли они команде. Клерк это Рэйвен Кипер, если умирает ночью, он просыпается и выбирает одного игрока, узнаёт его персонажа. Всё. Пойдём. Найт Ордер, Казали. Здорово. У тебя было немножечко времени подумать. Ты выбираешь игрока и говоришь, какого ты хочешь создать миньона. Так, хорошо. Я вот активно об этом думал. Можешь ещё раз проговорить, как Гарпия работает? Гарпия так работает. Если она каждую ночь просыпается, выбирает двух игроков. Сначала одного, потом второго. И первый игрок, я говорю этому первому игроку о том, что он должен быть mad, доказывать всем, что второй игрок злой. Или они могут оба умереть. Прекрасно. Делаем Таню Гарпией. Отлично. Давай. Тогда я ещё... Ну, собственно, теперь ты знаешь своего миньона. Да. И по поводу блефов... Дай мне немножечко подумать. Я опять их забыл. Но я сейчас к тебе вернусь. Окей? Да. Здорово. Да. Здорово. Твои блефы это Симстресс, это Балунист и Оракл. Оракл. Ну, он забрал. Всё. Давай. Спокойной ночи. Давай. Привет. Привет-привет. Как ты думаешь, что я хочу тебе спросить? Хочу ли я уже воспользоваться своей возможностью? Но нет. Нет. Я, во-первых, тебя хочу не спросить, а поставить в известность то, что ты Гарпия и ты злая. Э? Можешь поменять себе токен. И твой демон, это Джерри. Я уверена, что я поняла, что что произошло? У нас демон Казали. Этот демон просыпается в самую первую ночь перед всем и выбирает игрока. Я выбрал, и он выбрал меня Гарпией. И сделал тебя Гарпией. Окей. Я это сделал Джерри. Поняла. Всё. Я к тебе ещё вернусь. Давай. Я вернулся. А ты быстрый? Да, да. Потому что... Ты можешь выбрать игроков двух. И один, первый из них будет, должен будет говорить, что второй злой. Так. Ну, давай пусть это будет... Слава и Дарк. Слава обвиняет Дарка в том, что он злой. Хорошо. Слава, Мэд и Дарк второй. Хорошо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Здорово. Пока что я хочу тебе только сказать, что Гарпия выбрала тебя. И ты должен быть Мэд о том, что Дарк злой? Так. Дарк злой, да? Ты должен так... Хорошо, ладно. Я понял. До моей способности пока не нашли. Сейчас вернусь. Давай. Принято. Привет. А, привет. Ты узнаёшь, что Форчин Теллер в игре? Окей. Это твой персонаж для того, чтобы быть Мэд. А я вообще должен быть Мэтой обязан? Или я могу это... Ты можешь хоть сразу сказать, что ты Пикси, и просто я помечу тебя, что ты не получишь свою способность, и всё. Да, окей, хорошо. Давай. Привет. Привет. Ты жив? Нет, неплохо. А кого ты хочешь сегодня выбрать? О, тоже. Буду косплейить. Давай проверим Дарка и... Джерри. Дарка и Джерри, и ты узнаёшь. Да? Понятно, спасибо. Давай. Давай. Здорово. А вот теперь говори. Здесь идём. Так, ну... Ладно, давай сделаем так. Значит, мы выбираем Клерка, 666 и Таню. Клерка и Таню. Ты узнаёшь... Да. Один. Привет. Угу. Давай. И всё. Ещё раз. Джерри, Джерри, Таня, Таня... Таня, Дарк, Чуики, Слава. Всё. Привет, ребята. Привет. Утро доброе. Несмотря на мою прекрасную красную шапочку, я был... А? Я косплей вишненько. У нас больше с нас... Я не понял, Силфил, где твоя шляпа? Вот. Блин. Мне мешают наушники? Ну ладно. Да-да-да. В общем, я мёртв. Я мёртв. Это была шапка белая, как у Чуики. Серая, ладно. Она пропиталась моей кровью. Демон бродит здесь. Попытайтесь его найти, пожалуйста. Всё, у вас есть 5 минуточек. Я вот даже таймер поставил. Ребята, у меня сразу есть ценная информация. Я этот изгой-хактор, который... Так что имейте в виду. Понятно. Ну я понимаю, может как-то там информация меняется, троечками туда-сюда. Слушай, пока я могу только сказать, что я синий, но полезную информацию могу преподнести только позже. То есть в самой игре. Сейчас я... Я синий, информацией обладаю, но как-то... Короче, странно я её обладаю. Хорошо. Скорее всего, у меня, наверное, будут того. Так что... Тут у меня мало чего есть. Разумно. Потому что ноль типа изгой, я сразу говорю, что я изгой, потому что... Чтобы понимание хотя бы какое-то было. Да, отлично. Хорошо. Хорошо, пошли дальше. Удачи. Давай, бань. Киток ко мне пойдёт. Пойдёт. Киток ко мне. Здравствуй, бой-миньон. Здравствуй, дорогой демон. Да. Я выбираю тебя. Или как-то мой шоколад. Да-да-да, покемон я выбираю тебя. Время-луны. В том числе. Так. А что у нас есть эти... У нас есть. Выбирай. Симстресс или оракл. Я буду балунистить. Симстресс. Настраю. Супер. Тогда давай наследим. Угу. Если что, я из второй тройки сверху. Ну, или пьяница. Вторая тройка сверху принята. Балунист, Форчинт, Эльдер, Чембермен. Давай. Пол ты-то видел. Как-то не удивлён. Да. И пока что никакой активности информации нет. Только за счёт того, что она появится позже. Окей. Ну, футболка не синяя, но всё-таки я тоже синий. Так, хорошо. Я иметь буду. Ну, если бы не трой. Ага. Правда, она немножко непонятная. Но будет чуть позже, соответственно. Так, ну, приятно было пообщаться. Хорошо. Будем идти в виду. Окей. Он нечевенький, он не говорил, что он синий. Ну, да, я... Тройки. Угу. Ну, окей, ладно, в общем, я окей. Я посмотрю, в общем. Ну, окей. Хорошо, хорошо, ладно. Окей. Давай. Удачи. Давай. Тариф популярный, серьёзно. Да. Так, да, стройку. Тройку. Тройку. Так, что-то я отвык от троек. Да, вторая тройка, первая вниз. Окей. Ты случайно не Форчун Тейлер? В смысле, случайно? Ну, нет. Случайно? Нет. Нет? Окей, хорошо. Ладно. Я первая тройка. Окей. Окей. Первая тройка, вторая тройка. Камфор? Да. Да, то есть я сто процентов тебе могу сказать. Да, без проблем. То есть урали синие я только после того, как ночью меня убьют. Ну, это я... Да, полезно вам сказать, да. Хорошо. Смотри, Чвики говорил, что он там тройка с балунистом. Джерри сказал, что он синий, но у него странная роль, он не понимает, как она играет. И Таня сказала, что она из последней четвертой... Я первая тройка. Первая тройка, окей. Окей, давай. Давай, давай. Давай. Ну, надеюсь, ты не красный, будем играть вместе. Да, да. Тоже, опять же, надеюсь. Давай, давай. Пил, пил. Ответь мне. Мишенька, скажи, пожалуйста, Чимбермент в нулевую ночь просыпается? Чимбермейт просыпается в нулевую ночь. В первую ночь. Это первая ночь. А, не нулевая. Ну, которая была сейчас. То есть, он получил информацию, что сколько ты там просыпалась. Ну, если Чимбермент в игре, то да. Понятно, спасибо. Здравствуйте. Номинации открыты. Если кто-то хочет погосипить, то welcome. Так, да, можно погосипить. Да, ручки поднимите. Ну, давай начнем с Чвики, раз он был первой. Чвики. Я госиплю, что Джерри красный игрок. Джерри красный игрок. Хорошо. Дарк. Так, мой госип, что либо Чвики, либо Джерри, либо Слава красная. Один из них. Да, да. Реально. Один из них, да? Ну, да. Таня. Мой госип, что Клэр красный. Окей. Слава. Так, мой госип о том, что Дарк является красным игроком. Окей. Номинации открыты, ребята. До того, как мы номинируем, я бы хотел вынести на общее обсуждение результат моего общения с Джерри. Мы пообщались с Джерри. Джерри сказал мне список своих ролей, потенциальную тройку. И я у него дважды переспросил, есть ли у него хоть какая-то информация. Он сказал, что у него ее нет. Я говорю, ты уверен, может, у тебя она есть, но ты пока не готов делиться. Он сказал, нет, у меня этой информации нет. Все роли, которые указал мне Джерри, просыпаются в первую ночь. И имеют хоть какую-то информацию. Поэтому, Джерри, объяснись, пожалуйста, те все три роли, которые ты назвал, просыпаются each night, без звездочки. То есть ты уже должен был проснуться, что-то иметь. А ты мне сказал, что у тебя ничего нет. Я не хочу разглашать эту информацию. Можно ли тоже это, перед тем, что номинация будет делать? Я пообщался с довольно-таки приличным количеством игроков. У меня, пока, с девушкой указывают на Дака, как очень злого игрока. Также я его прогостюпил. Что? Если попадем, будет, как говорится. А что именно указывает из-за него меня? Мне просто интересно. К сожалению, не готов прямо конкретную информацию, но я общаюсь с разными игроками, получаю информацию о ролях, опрочем, на функциях, на некоторых местах. Вот. Какие? Он не хочет у меня, значит, разводить. Чего-чего? Второй запрос на номинации. У кого-то есть еще что-то сказать? Потому что я буду выставлять Джерри, если кто-то ничего не скажет. У меня давно выставляет. Ну, может, у кого-то есть еще. Еще раз аргумизируй тогда, если что-то, мало-то. Я выставлю, повторю, а может, у кого-то что-то есть еще. Никто ничего не нашел? Ладно, я выставляю Джерри. Чуваки, выставляю Джерри. Скажи, почему? Ильич. Я общался с Джерри. Джерри сказал мне, что он игрок из второй тройки. Это балунист, порчун, тейлер, чембермен. Я у него дважды уточнил. Просыпался ли он на этой ночью, есть ли у него какая-то информация? Он говорит, у меня ничего нет. Я говорю, хорошо, может быть, есть информация, но ты не готов делиться этой информацией. Типа, ты пока скрываешь, и это абсолютно ок. Он говорит, нет, я ночью не просыпался. Я такого не говорил, это воронев. Джерри, твоя... Не было фразы, я ночью не просыпался, он сказал, у него нет информации, которую он готов поделиться. И он ничего не озвучил. Поэтому и балунист, и форчун, тейлер, и чембермен просыпаются и что-то дознают. Окей, Джерри, твоя защита. Я не хочу раскрывать свою роль и информацию, которую я имею, потому что я пока что никому не доверяю. Я, ладно, раз меня выставляют непонятным образом, мне как балунисту сказали, что дарк... Что-то дарком. Отлично. Что бы это значило, я пока не знаю. Окей. Мы не услышали, что тебе сказали. Как бы универс, он получает просто имя. А. Четыре голоса для того, чтобы заблокировать Джерри, начинаем с... Чвики. А, если поду? Интересно. Два недостаточно. Будут ли еще номинации? Да, хочу выбирать даркан. Скажи, почему, Слава? Так, ну смотрите, я пока не готов называть конкретно способности, из-за которых так получилось. Но по моей информации, пообщавшись с другими игроками, я выяснил о том, что дарк должен был бы проснуться. Вот. А он мне назвал конкретно... Я не просыпаюсь, я сейчас... Окей. Дарк, подожди. А он назвал конкретно, которые не просыпаются. Я не буду опять же их называть пока какие, но он знает, почему они называются. Они не просыпаются. Вот. Стрелочный разный нож человек, как говорится, получается... Ну, кто-то вот... Ну, мне кажется, что это указывает на золотой игрокам. Окей. Дарк, твоя защита. Да, я, короче, вскроюсь. Я Пикси. Окей. Я вот сам, я всем представился в первой из первой строки. Я знаю, что у нас есть в игре кто-то Fortune Teller. Я пытался его выяснить. Я пока не выяснил, кто это, хотя я догадываюсь, скорее всего, кто это. Я только с одним человеком не успел поговорить. Не знаю, кто тебе слил информацию, что ты должен просыпаться, потому что я не должен просыпаться. Я Пикси. Окей. Не знаю, что за инфа, почему на меня гонят, я знаю, что точно что есть. Четыре голоса, чтобы заблокировать Дарка. Начинаем с Тани. Два. Недостаточно. Последний запрос на номинации. У кого-то, кстати, какая-нибудь в инфа вообще есть? Кто-нибудь что-то получал? Два. 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 Один. Никто не умер сегодня. Спокойной ночи. Еееей. Прочу ваше внимание. А чем опасно, если ты никакой инфу не даешь и ничего там не выяснил. Если меня ночью и убьют, миньоны и демоны могут менять свою роль. Окей. Привет. Так, ну давай поиграем привет дворцовые интриги. Чвики обвиняет Дарка. Окей. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Привет. Привет. Ты был выбран гарпией как первый игрок. Соответственно, ты должен быть мэд о том, что Дарк злой. Вообще легко. Окей. Спокойной ночи. Пока что. Пока. Ага. Так. А, снимаем клерка. Клерк. Да? Хорошо. Да. Вот так-так. Это было хорошо. Наконец-то Рейвен Кипера убили. Как... Какое событие? Так. Хэтер не умер. Соответственно, Рейвен Кипер. Привет. Знаешь ли ты, зачем я пришел к тебе? Ты замьючен. Ты все еще замьючен. Но... Так. То, что меня убили, да? Ты прав. Выбери игрока. Чики. Ты узнаешь Fortune Teller. Угу. Спокойной ночи. Угу. Да. Да. Теперь выбери двух игроков. Вторая... Вторая пара... Слава Таня. Слава Таня. Ты узнаешь... Нет. Это хорошо. Угу. Давай. И Слава теперь. Да. Привет. Привет. Я живой в последовательности. Хорошо. Так. Ладно. Я выбираю двух игроков. Один будет из них Dark. Второй будет... Ну, например... Steel Hero. Ты узнаешь 0. Хорошо. Принято. Угу. Давай. Я не люблю быть мэдом. Мэд это хрень. Здравствуйте, горожане. Сегодня. Вы нашли труп клерка на площади. У вас есть несколько минуточек поговорить, пообщаться. Клерк... Да. Да. А может пока мы ушли. Чем ты был? Так, ребят. Я был Raven Keeper. Это объявление очень важное. То есть ты знаешь одну руку? Да. Это крайне важное объявление сейчас, ребят. Крайне важное. Я в прошлой ночи был зафикатизирован Dark. Мне было сказано Dark'а очернять. Говоришь, что он злой. В этой ночи я не фикатизирован. Поэтому, в принципе, имею право это сказать. На судере Гарте. Вот. А там действительно, похоже, добрый игрок. Все у меня с ним хорошо. Либо это мета-игра, и вы красные. Да? Ну... Не знаю. Я согласен с тем, что Dark'а... Они довольно сложные. Ну, я по крайней мере... Мне согласен. Окей. Когда я тоже заявлю, мне... Так, ты форчунтеллер? Потому что у меня больше у меня нету гулянтов. Потому что... Не знаю. Ну, что не знаешь? Как бы я... Короче, ты у меня под подозрением. Типа окей, но ты у меня вообще... В смысле? Как я подозренно, блин, если я знал твою роль? А откуда ты знаешь, что я форчунтеллер? Ну, потому что они самые... Мне только двое представились второй тройкой. Это был ты и Джерри. Джерри говорит, что он был унист. Значит, скорее всего, форчунтеллер ты. Потому что... У меня больше нет вариантов. Все остальные представлялись другими. Ну, или ты просто говоришь, что форчунтеллер... В смысле форчунтеллер? Блин, если... Ну, оно не про... Не про... Будет правда, то кто-то умрет. Петергорцы пенера стоят, никто не умрёт. Получается, что это будет... Я обязан голосовать против него? Во-первых, мне... Мне очень смешно. Во-первых, как Дарк очень грустит от этого. Но... Время, время. Нет, не обязан, но... Хорошо, спасибо. Вики, тем более, если это самое... Если меня Гарпия... Меня пытался чернить, то какого хрена вообще это самое? Зачем мне чернять меня на первую жизнь, если... Я красный. Подожди, ещё раз. А что насчёт Гарпии? Я вообще прослышал эту историю. Гарпия, типа, слабо на меня гнал, потому что его Гарпия это самое. А как ты мог прозевать, если я говорил дочь, что если сейчас меня... Он должен был нагреть. Следующий... А, я не знаю, я, наверное, могу продолжить... Славу заставили, он не специально тебе... Слава отвалился. Слава не знал, что я Хаттер, прикиньте. Я тоже что-то подзабыл, я к тебе потом пошёл. Не знаю. Так, кто у нас? Таня общается с Джерри. Дарк очень странный и подозрительный. Ой, правда, покрасный. Чё-то, блин... Чё-то я пока вообще в смятении. Типа, ты Форчун Тейлер? Нет. Ну, тогда это подозрительно очень. А это подозрительно? Ты должен быть Форчун Тейлером. Я не знаю, как он очень должен. Ему больше никто не представлялся. Если Дарк Пикси, то, соответственно... Ладно, да, я Форчун Тейлер, но мне кажется всё равно, что Дарк... стремный. Честно. Ну, может быть. Может быть. Но я скорее... Ну, типа, он как-то мутно себя ведёт. Типа, я уже столько раз ему проигрывал, а я считаю, что Дарк красный. Да, я Форчун Тейлер. Окей. Всё, понял. Интересно. Окей. Либо она Симстерс. Единственный добрый игрок, который мог просыпаться, это Симстерс. Вот на эту тему надо крутить, чем он дальше будет говорить. Но не так, что она добрая. Билла мне пока верит. Привет. Ну, я так понимаю, ты Форчун Тейлер? Да. Из Контеакция. Я Форчун Тейлер и ты и Слава у меня красные. Нет. То есть я получил, что ты и Слава хорошие. Но Дарк очень стрёмный. Типа, вот мне кажется, что он прикидывается хорошим. Типа, который сам на себя навёл тень на плетень, я предлагаю его слить. Потому что, типа, если он Пикси, то если он Пикси, то я умру, и он получит... Вы не являетесь, например, кто-нибудь из вас дранком. Да. Да. Ну, как бы мне всё равно, я дранк или не дранк. То есть, какая-то... Ээээ... Ребята будут ли... Если я дранк, изгой... Ребята будут ли... Ребята будут ли... Госипы? Я, ну, я... Поднимите руку, кто хочет погосипить. Окей. Чвики. Твой госип. Я тоже буду госипить. Мой госип, что дарк красный. Окей. Эээ... Таня. Твой госип. Эээ... Мой госип, что дарк и стил фил на одной стороне. Дарк и стил фил. Окей. Эээ... Слава. Твой госип. Мой госип вот такой. Эээ... Чвики, дарк и стил фил. Синий. Чвики, дарк и стил фил. Окей. Таня, можешь руку опустить. Первый запрос на номинации? Я даю информацию до того запроса как номинации. Я Fortune Teller. У меня было две ночи. В первую ночь я проверял Дарка и Джерри как чуваков, сидящих рядом со мной, и я получил ответ «Да». То есть один из них либо демон, либо зарегистрирован для меня как демон. Вторую ночь я проверял Таню и Славу. Соответственно, и Мишенька мне сказал «Нет». То есть для меня Таня и Слава, если я, конечно, не пьяный, это всё ещё может быть, для Таня и Слава для меня хорошие. То есть синие игроки, не красные. Клерк и Стилфил будут проверены в следующую ночь. Но мне кажется, что из Дарка и Джерри, которые были в первую ночь красные, Дарк ведёт себя сильно подозрительный. Какой сильно подозрительный? Блин, я ещё раз тебе пообещаю. Я тебе гарантирую. Короче, из этих двоих мне кажется, что Дарк стрёмный. Окей. Номинации открыты, как я и сказал. Окей. Я, короче, буду голосовать за Джерри. И, в принципе, я объясню, почему. Потому что я доверяю Чвике, потому что я знал, что, конечно, он Чфор Чунтеллер. Я... 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 Ну всё, я голосую, нет? Ты номинируешь? Да, номинирую Джерри. Ты ж буквально 20 минут назад рассказывал, что сволочь в фальш-шентре, они рассказывают тебе, кто он такой. Окей, да. Твоё обвинение. Сейчас я, да, обвинением ещё подвигаю. И я в первый же день зашадил ко всем. Я проверял, кто мне дать какие тройки. Только двое мне сказали, тройки в которых были в Форчунтеллер. Это был Джерри и Чвике. Джерри, как бы, он потом скрылся как балунист, якобы. Вот. При этом, при том, что, как бы, Чвике тоже заметил, что он, как бы, никакой инфлона и хаоса у него нету. При том, что она должна у него была быть. Оставлялся только Чвике. Так что я верю, что он в Форчунтеллер. Стил Фил, он, как бы, аутсайдер. Слава. Я верю, что его отравили, и что, там, его гарпи отравило. И поэтому он на меня гнал. И остается Таня и Джерри. А, я послушал эту историю про Гайпио. Окей. Вот почему ты так бы все время гнал в первый раунд. Джерри. Нет, сначала защиту Джерри. Вот. И, в общем, самое, да. Короче, остается Таня и Джерри. И, учитывая, что говорил Чвике, тогда, скорее всего, Джерри... Окей, Джерри. Твоя защита. Во-первых, сына, показания, я радикально, это, конечно, всегда весело. Сначала человек рассказывал, что он прям ищет, где же Форчунтеллер, ай-яй-яй, и тут, хопа, я знал, что он тут сидит. Ребята, походу, вы же говорите. Это, во-первых. Во-вторых, я не обязан, имея инфу, ей делиться. Вот вообще не обязан. Я не доверяю, не делюсь. Смотрите, наезд, ты мне не сказал. Ребята, уходи. Десять сад, пожалуйста. Конечно. Окей. Три голоса для того, чтобы заблокировать Джерри. Начинаем с Чвики. Блин, так, это... Два голоса недостаточно. Ну, да, ладно. Будут ли еще номинации? Я номинирую Дарка. Кто? Чвики? Я номинирую Дарка. А, Джерри. Скажи, почему? Ровно о причине, как он номинировал меня. Потому что... Какой... Ну, объясни, пожалуйста. Как я резко поменял свои показания? Как я резко поменял свои показания? Подожди, пожалуйста. Подожди, сначала он обвиняется, но потом все. Хорошо, хорошо, хорошо. Как бы ты сам потом сказал, что ты был унист. Как я должен еще... Понятно, что у вас всего двое было. Так что кто-то из вас... Ты в ночь, когда ты уже знал, что я сказал, что Форчон Теллер, продолжал рассказывать, где же этот негодяй Форчон Теллер, который должен тебе ответить. Слушай, ну... Красиво. Окей, три голоса, чтобы заблокировать Дарка. Начинаем. Кому больше верим? Джерри или Дарка? Дарк, Сатерри. Чники, скорее всего, подгарки сейчас. Поэтому... Да, мы сняли. Она есть на Дарка, вообще... Кстати, может быть... Да. Ну и голосуют как раз именно двое красных, о которых я говорил бы. Так что... Блин, я отвлекся, блин, когда голосов... Два голоса недостаточно. Будут ли еще номинации? Ну что, мне номинировать Джерри или Дарка? А, Дарка... А, никого не здесь, все. А, их обоих уже номинировали, в этом проблема. Все. Фил, а ты думаешь номинировать себя? Может быть, ты как-то изгой особой полезности. Пять. И мы можем избавиться от гарпии? Четыре. Пожалуйста, Таня, Слава, я синий игрок, я не хочу умирать. Я хоть и изгой. Два. Один. Как бы тут 50 и 50, типа чивики могут тебя ночью бить, могут меня им пользоваться, и так и так будет. Так хоть можно хоть кто бы живет. Да-да. Я могу выставить... Нет. Ну, да, я задумался сейчас. Ты выставляешь чивики? Нет? Нет. Тогда... Спокойной ночи. А теперь у меня есть чивики подозрительные. Ну, у меня есть дарки Джерри, которые под подозрением раз. У меня есть Таня и Слава, которые вообще у меня в нем. Я думал, убивать ли сейчас чивики и дарка. В целом, если бы не было так мало игроков, я бы убил их, скорее всего. Просто иначе получилось бы... Ну, хотя можно было бы, наверное, убить. С другой стороны, если посмотреть... Ну, да. Скорее всего, надо было бы... Надо было бы убить, наверное. Ну, ладно. Я подумал, что все-таки это будет слишком палевно. И... Ну, не палевно, в смысле, а слишком... Легко получается. То есть, Джерри и Таня сейчас бы убили потом Стил Фила. Таня бы стала мастер-майндом. Слава бы, даже проголосовав против Джерри, ничего бы не смог сделать. Соответственно, поэтому логично было их оставить в живых. Чивики тем более спросил меня, можно ли не голосовать. Типа, можно, но... Такое. Такое. Давайте посмотрим, кто там идет. Таня. Привет. Да. Привет. Блин, я... Теряюсь в догадках, короче. А я могу то же самое назвать? Да, конечно. То же самое, Чивики травит Дарка. Ну, не травит, а... Ну, да. Да, я понял. Ну, травит, да. Я понял. Давай. Хорошо, давай. Привет. Слава. Хорошо. Давай. Здорово. Здорово. Я выбираю, да? Да, да. Ты выбираешь. Выбери двух. Хорошо. Ну, давай выберем между... Слава и Стилфилом. Ты узнаешь, да? Логично, наверное. Спасибо. Давай. Давай. Чуть не забыл сказать. Да. Гарпия выбрала тебя, что ты гасишь Дарка. Дальше. Да. В целом, я думаю, что вот за такое, типа, можно было бы вас убить. За что? А что я все время всем и в личном кабинете и живу, и всем говорил. Во-первых, не должно быть так, чтобы это было, типа, 100%. Ну, типа, чтобы все поняли, что ты под гарпией. Это раз. Это тоже суть мэднеса. Ты не должен... Я никому не давал понять. Да. В целом, это было все окей. Я даже не предположил это. Тут было все окей, я согласен. В целом, типа, ты хорошо здесь сделал. Но голосование... Да, ты мог не голосовать, но по факту это было решающе. И, типа... Я не обязан. Ты сам сказал, я у тебя спросил. Ты не обязан голосовать. Но ты, во-первых, можешь умереть из-за этого. Во-вторых, короче... Ну, смотри, ситуация какая была. Если бы ты считал, что он злой, ты бы точно проголосовал. У вас было два голоса. И, ну, типа... Ну, ладно, ты там... А, да, ты последний. Я поэтому тебя и спросил, обязан ли я голосовать под мэдом? Ты не обязан. Ты можешь умереть. Смотри, например, ситуация. То есть, ты один... Приводит ли не голосование за игрока, которого я считаю? Это аптумни. К потенциальной смерти? Да. Потенциально ты можешь умереть все равно, если не проголосуешь. Но потенциально ты можешь и выжить. Вот в этом голосовании я думаю, что я... Ну, как бы, правильнее было бы вас убить, потому что никто не проголосовал. Ну, как бы, было два голоса, и твой был решающий. И так как ты должен, типа, его гасить как плохого, логично предположить, что ты проголосовал бы за него. Вот. Понимаешь? Если бы, например, типа, ты инициировал голосование, и вообще никто не проголосовал, и ты такой, ну, ладно, я не голосую тоже. Это, типа, окей. Это можно не голосовать здесь, допустим. Я тебе просто... Это все сложно в плане нюансов, но Madness, оно подразумевает так, что ты не должен, как бы, вычурно играть. Ты должен, как бы, действительно, как будто бы ты в это веришь, типа. И из-за того, что мало количества игроков, возможно, типа, я такой, ладно. Но на будущее это вот так, как бы. Понимаешь? Ну, я понимаю. Хорошо. Ты, Мэтт, о том, что Dark, злой. Опять. Да, спасибо, давай. Давай. Как мы все уже учили? Всем привет. Сегодня вы нашли труп славы. Угу. У вас есть несколько минуточек поговорить? Ну, скажу, как труп. Это хорошая смерть, на самом деле. Потому что я вот тот расклад, который ночью давал, вот, она не изменится. Потому что я умер, я новую информацию уже не знаю. Я тут показал. Даже если я кого-то из проверял бы, либо джели, либо чили, или, допустим, все равно бы там бы показывали, что да, они просыпаются. Это бессмысленно было. Поэтому моя смерть ничего не решает сейчас. Почему меня не убивают? Меня подставляют. Ты-то самый синий, как раз, по-моему, способностям вышел. Что-то переживаешь. Я все равно переживаю. А, может, посмотри, почему ты боевоспособностям был синий? Ну, наоборот, слава. Может, повторить, простил Фила? Ну, давайте еще разок, третий раз, получается, я же повторю, потому что все поняли это. А с чембер-мейт, ему дают возможность, в смысле, узнавать, кто просыпался ночью из-за способностей. Понимаете, да? С учетом, что на сисьгарпия, у нас точно просыпается линьон, и точно просыпается демон. То есть они оба красные просыпаются. То есть фактически любой красный игрок, он просыпается. Поэтому, когда мне во вторую ночь показали, что ни дак, ни стихил, ни проснулись, это автоматически говорит, что они синий игрок. Понимаете, да? Далее, клерк тоже синий, он мертвый, он знает, кто он, как бы, и, как говорится, там, есть моменты. Вот. Первую же ночь просыпались кто-то, либо клерк, либо та. Зная, что клерк не просыпался, это болотание. Она может, конечно, быть синим игроком, который проснулся, но с учетом вот всей этой раскладки, с учетом того, что мы знаем, кто есть в туг, где-то уже подтвержденные. Когда-то две минуты осталось, я их, в принципе, не разручил. Это интересная логика, но я все же расскажу, что то, что я обещала рассказать ночью, я симстресс. Я изначально такую фишку получила, и, соответственно, я сегодня, у меня одноразовая способность, я сегодня ночью ей воспользовалась, и она мне выдала, что стилфил и дар в разных командах. Ну, вот, восстание путает сейчас. Я, получается, беру как раз, что они в одной команде, и оба синим, она вам дает заправочек, что это не так. Я даю ту информацию, которую мне Мишенька выдал, ночью. Конечно же, конечно же. Вы так говорите? Я считаю, что у нас есть под моей... Короче, я все еще, вы можете считать, что я все еще пьяный, но я считаю, что между Джерри и Дарком, Дарк самый красный, я предлагаю его снимать. Понятно. Ну, типа, извините. Да, очень странно, что у меня снова подали. Ну, что-то, ну, да, мне кажется. Ну, хорошо. Я могу сказать следующее. У меня альтернативный вариант, это когда третью проверку я сейчас делал, я делал проверку Славы и Стилфилы, и я тоже получил да. Соответственно, из этих троих один у меня демон. То есть, либо Дарк, либо Джерри, либо Стилфил. И... Ну, это моя логика. Не знаю. То есть, погоди, сейчас меня проверял и Славу? Да. Ну, потому что у нас семеро, а Клерка мертвого проверять не особо имеет смысл. Клерк нам сказал хотя бы какую роль он проверил, потому что у нас Клерка мертвого житья. Ну, тогда, по-моему, Стилфилов там была ложная. Никто и не спрашивал, кроме Славы. Я тебя ночью спрашивал. Да. Давайте, ребята, сначала спросим, будут ли гусипы. Если нет, то тогда номинация открыта. Никому не надо. Клерк, у тебя очень важная инфа. Да, инфа очень важная. И, опять же, повторюсь, что мне было очень важно для самого себя проверить эти чайки. То есть, по-моему, как самый, не знаю, в моих глазах синий. Я должен был убедиться, что это именно он, и что с ним все в порядке. И я точно знаю, что он синий. Это... Окей. Тогда я... Подожди, тебе сказали мою роль? Да. Я Raven Keeper. Я знаю твою роль. Я могу ее назвать, если хочешь. Называние. Да, да, там прямо описание такое. Fortune Tavor. Все. Ну, тогда все складывается, и я доминирую Джерри. Опять-таки. Теперь я здесь, и я нет. Опять-таки у меня... Скажи, почему? Ну, потому что я все еще верю, что это самое очевидие, как бы все правильно проверил, и, значит, между мной и Джерри один из нас демон. Я знаю, что я точно не демон, потому что я фикси, и знаю, что... Опять-таки, вся та же самая меморгументация. Конечно. Как бы... Окей. Джерри, твоя защита. Слава... Уже неинтересно, тут ощущаться ни о чем. Хорошо. Тогда начинаем с Чвики. Три голоса. Ну, что, закинуть свой, не? Да нет, пока хватает. Хватает. Три... Ой. Извините. Три достаточно, и... Джерри заблокировано. Будут ли еще номинации? Так, как мне сказали по способности Чвики, а я предполагаю, что первые два были, например, предположим, синий и аутсайдер, то он или миньон, или демон. Чвики. Номинирую. Окей. Это твоя атака, Чвики. Твоя защита. Персонаж, который получает баллонист роли, он получает имена, и по какой логике ты нашел, что первые два были таунсфолк и аутсайдер, абсолютно непонятно. То есть очередность... Я преджилу логики стола. Я в корне не согласен с твоим пониманием логики стола. Будет грустно, если клерк миньон хочу, если он вообще не будет грустно. Я думаю, что клерк мог быть миньоном, который сказал, проверил меня, что я демон, а дарк притворяется все это время пикси, который типа под меня спрятался и таким образом осеняется. То есть типа клерк мог умереть в первую ночь как миньон. Но нет, тупо. Хотя не знаю. Короче, ладно. Три голоса, чтобы сравнять, четыре голоса, чтобы заблокировать чвики. Начинаем с дарка. Я сейчас провожу потом типа Таню, да? Э? Да. Я выставляю дарка. сейчас, подожди. Таня меня у нас первая только номинация была. А, две номинации, все правильно, извините. Логично, логично. Таня, скажи, почему? Ну, я исхожу из той информации, которая у меня есть. Steel и Dark в разных командах. Dark всю дорогу подозрительный, про это уже говорилось миллион, миллион раз. стилфилу, про стилфила, ну, я поверила ему изначально, что он хэтер, возможно, конечно, это моя ошибка. Мне кажется, что Dark в любом случае как бы супер подозрительный. И, конечно, очень мало нужно пониманию дальше. Dark, нужно было... Твоя защита. Ну, это всегда было, наверное, просто масли, потому что я синий. И нам было нужно закидывать чвики, скорее всего, мат, потому что я красный, и у них будет трещат голос, и они сравняют полный песен. Окей. Начинаем с Три голоса, чтобы сравнять, четыре голоса, чтобы заблокировать Dark. Останется. Я на это надеюсь. Окей. Dark не заблокирован. соответственно, будут ли еще номинации. Только я могу номинировать. Я тебе буду. Еще я могу. Но Dark и Джерри уже нельзя. Двух нескими кандидатов. Чувик, я почему-то не проголосовал? Я проголосовал. Нет. Ответ, как он проголосовал. За Dark сейчас нет. Ты опустил руку. Он молодец. Он поставил, а потом решил, что не ставится. Все нормально. Не знаю, что это. Разрывайся за Бейдер. Ну, давайте уже это самое. Нет, твой голос не учитывался, если что. Чвики и Dark умирают. Мы переходим к гримуару. Ну, блин, ну как ты хотел, чтобы я это сделал? А почему Швики еще умер? Ну, что с ним все расскажи? Ну, надо было руку-то не опускать. Что ж ты делал? Ой, 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 ой. В смысле? Я не понимаю. А почему я еще умер-то? Он был подданный, и ты был как бы для него мишенью злоги. Ну, блин, я вам говорил, нужно было это самое, докидывать голос. На хрена вы ждете-то, блин. Итак, кто же у нас был сегодня? Спасибо, Чвики, это было приятно. У нас... Ну, какой у меня был вариант? Хотя мы слили игру. Мы слили игру, конечно. Я слил игру полностью. Это была... Ну, конечно, мы все знаем. Мы все знаем, мы все знаем, мы все знаем. Мы все слушаем гримуар, а потом... Да мы уже знаем. Клерк был ревенкипером, который выбрал Чвики, Форчин Теллера, после того, как был убит демоном. Соответственно, у нас был Слава Чембермейт, который в первую ночь узнал, что кто-то из Таня. И Таня и Леклерк просыпались, потом узнал, что Дарк и Стилфил не просыпались. Таня у нас была гарпией, начавшая игру как Симстресс, но превратившаяся в гарпию после этого. Стилфил у нас был Хэттер, 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 блин, Хэттер, и который прожил всю игру. Соответственно, Таня выбирала, первую ночь она выбрала Славу, который должен был мочить Дарка, а потом все оставшиеся ночи выбирала Чвики, который должен был мочить Дарка. И, как по мне, Чвики и в первый день уже был слишком мягкий. Он так же опустил в личку со всеми общался, потому что Мишенька сидел во всех чатах, я всем доказывал всю историю. Я честно прыгал между чатами в надежде пообщаться с Мишенька, вообще, мне кажется, Мэд, ты не обязан голосовать Мэдом. Мишенька после первой ночи рассказал, что я не обязан, но это может меня убить. Мэд, состояние, когда ты, как игрок, должен убедить ведущего в том, что ты реально отыгрываешься здоровой. Представься, Мишенька реально считает что-то... Ну это, короче... Он разве не поднял бы руку, будучи реально считающим что-то... Именно. Если бы после этого Джерри бы казнили, блин... Не понял, а меня-то за что убили? Потому что Гарпия... А, Гарпии... А, в этот раз я решил все-таки, что честно будет убить Чвики и Дарка, потому что даже если бы ты, Чвики, не опустил руку, это бы просто сравняло ваши... Если бы я на прошлую ночь не озрёкся, блин, на прошлую день. Ну просто Таня так спалилась, когда она начала гнобить Дарка без аргументов, и Джерри с самого начала был такой подозрительный. Ну Таня спалилась, но Таня спалилась, но всё равно вы выиграли. Ну вы выиграли, потому что мы тупили. Ну в этом случае Гарпия, да, Гарпия спасла. Я вообще не поняла, Джерри, зачем ты начал на Чвики гнать? Это была... Я это начал делать уже безысходность, потому что я понял, что вместо Славы нужно было стилфила снять. Ну это да, я не понимаю, почему вы стилфила не убили, тогда мы могли хотя бы поменяться... Погодите, вы выиграли, получается? Стилфил! Победа одержала команда красных. Мы... во второй день знали весь расклад, это была проблема, что... Единственное, что просто не докинули два голоса, которые не хватало. Я тут радуюсь, сижу. Потому что мы выиграли, в пятюню дать. Подумывал, что как бы Дэйвана, в принципе, и хватит. Смотрите, как... А всегда надо накидывать, потому что, как бы, вот именно за таких вещей нужно накидывать. Вообще, все отлично, вы, ну, стол разобрали хорошо, и в целом я и сделал хорошую команду, достаточно сильной. Типа, у вас практически... я в второй день весь расклад положил. Чего вы это самое? Да, да. Я первый день расклад положил, когда Джерри начал с фигню нести. Да. Ну, это было правительным, но не было понятно, демон убили бы это. Мне казалось, что логичным последним, ну, как бы, последнюю ночь убийством был бы Steel Phil, чтобы дать возможность Тане поменяться, например, на Mastermind. Ну, это было, да, это логично было убить именно Steel Phil. Ну, а я могу... Подожди, а все еще есть эта способность убить тебя и субминьон со мной? Нет, это если бы была... Если ты убиваешь хеттера... А, это только ним, да? Да, но хеттер позволяет злым игрокам сменить свою... соответственно. Води еще одну порцию. Слушайте, прикольный сценарий, а мне он я уже нашел. Упакуительный. Ээээ, сейчас я закончу тогда. Все, молодцы.